21 октября состоялось заседание коллегии при главе городского поселения город Амурск. Об этом в рубрике «Город сегодня, город завтра». На повестке дня обсуждался вопрос о ходе подготовки объектов энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства и жизнеобеспечения городского поселения города Амурск к работе в зимний период 2013-2014 годов. С докладом выступил Александр Гитих, заместитель главы администрации городского поселения города Амурск по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту. Информацию озвучу общую. Показатель работы двух управляющих организаций с разбивкой по статьям текущий капитальный ремонт. По состоянию на 1-го, 10-го, 13-го года ситуация по наиболее значимым и актуальным позициям выделить следующим образом. Ремонт кровли квадратных метров. План. Текущий ремонт 14 378, выполнение 9590 или 66,7%. Капитальный ремонт кровли. План. 13 520 квадратных метров. Факт. 9 953 квадратных метров или процентом в отношении 73,6%. Ремонт фасадов. В квадратных метрах также. План. Текущий ремонт 2973 квадратных метров. Факт. 1099 квадратных метров или всего лишь 37%. Капитальный ремонт фасадов. План. 341. Факт 341, выполнение 100%. На 1-е, 10-е, 12-е года, дату начала топитного сезона, из 217 домов на паспорт готовности было сдано 189 домов. В оставшихся от 20 до 8 домах на 16 не выполнена промывка, на 24 опрессовка. В этих домах отсутствует полного объема остекления подъезда, имеются открытые прудуги, это на тот период. Слуховые окна и разукомплектованные водостойки. В подвальных помещениях наблюдается протечки на инженерных сетях. Результаты говорят сами за себя. Ни одна из управляющих организаций своевременно не подготовила в полном объеме беременный и жилищный фонд к предстоящему отопительному периоду. Впервые за 7 лет с момента образования городского поселения в числе неподготовленных оказались социально благополучной. Общая протяженность ремонтных участков в трубе диаметром 400 мм составила 2120 погодных метров. В 2012 году этот показатель являлся 2304 погодных метров, в 2011 – 295, а в 2010 – 1154. Особенностью ремонтных работ текущего года является то, что проводились они в основном на теплотрассах надземного исполнения. Для теплоизоляции труб был применен новый материал. Для нашего города это износостойкий полимерный материал. Два подземных участка, которые оказались в зоне ремонта – это переходы через прежнюю часть дорог улицы Пеневской, район базы предприятия водопроводно-аперационной сети в районе 3-го, доме 32 по проспекту Мира. Работы по восстановлению твердого покрытия, авторубийных дорог и пеневара были выполнены в соответствии с существующими требованиями. Без замечаний в необходимых объемах были восстановлены благоустройства территории по зоне проведения ремонтных работ. Исполнителем работ по капитальному работе тепловых сетей и благоустройству территории выступала ЗАО «Энергоремонт предприятия», базирующая в городе Комсомольский район. По состоянию на 1 октября 2013 года долги населения города Амурска за данный ресурс составляют 388 миллионов рублей. Подготовка водопроводных и канализационных сетей и сооружений к работе в зимний период, управляющая компанией «Водоканал», осуществляла своими силами. В исполнении требований 261-го федерального закона об энергосбережении за счет собственных средств предприятий установлено 53 общедомовых приборов учета холодной воды. Слабым звеном к работе управляющей компанией «Водоканал» был и остается вопрос, связанный с восстановлением благоустройства территории после проведения ремонтных работ. К сожалению, позитивность двигов в этом направлении наблюдается. Даже там, где не требуется восстановление сочко-бетонного покрытия, дорога тротуара, а надо лишь качественно выполнить планировку местности, убрать крупные камни от дубки железобетона, очистить тротуары от глины, вывести древесные отводы и уставить другие среди работы – это надзержащим образом не выполняется. Больших финансовых затрат и рабочие услуги от публикации для этого не требуются. На 1-е 10-е 13-е года население города Увске задолжало «Водоканал» за предоставленные коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения 69 миллионов 630 тысяч рублей. По информации РЭС, на 1 октября в процессе подготовки к отопительному сезону произведены следующие работы. В воздушной линии произведен ремонт 160 метров с заменой проводов. Кабельной линии – ремонт 320 метров с заменой кабеля. Произведено техническое обслуживание и ремонт шести трансформаторных подстанций. Активно ведется работа по проведению схем электроснабжения электрической энергией, многоквартирные дома в соответствии с техническими требованиями. Амурским участком комсомольского филиала ООО «Хомпарус-Крайгаз» при подготовке своих объектов к отопительному сезону выполнены следующие мероприятия. Проведен внешний осмотр технического свидетельствования юмкостей на 8 групп из 36 юмкостей свидетельствами 31 или 86%. Выполнен трехучий ремонт групповых установок в колечке 37. Приборным методом обследования на герметичность и целостность изоляции наружных газопроводов, протяженную 1253,4 подводных метров. Работа выполнена на 100%. Покрашен фасадный газопровод, протяженную 1660 подводных метров. 37% в размере. Проведена проверка 164-х канала блокопроводных домов. Идутся также работы по вырезке выведенных из плутации газовых водов в блокопроводные дома. Благоустройство территории в местах поведения работ полностью нестремлено. По состоянию на 1-10-13 года водорожник обеспечила 70% готовность своей снегоуборочной техники в работе в синих условиях. Создан необходимый резерв запасных частей и эксплуатационных материалов для дорожной техники. Набран необходимый штат водителей и трактористов. В зимний сезон 2013-2014 года дорожник ходит с одним автогринками. Второй по причине технического износа представлен к списанию. Не решен до конца вопрос о создании на предприятие необходимого запаса песка. Из городского бюджета выделено порядка 309 тысяч рублей на приобретение соли, которые планируются использовать для приготовления противоположных смесей. Но не выполнены работы пока по закрытию крышками на зимний период ревнеприемных колодцев. Решетки ревнеприемных колодцев не подняты на регламентированную мировую на проезжей части дороги. И организованы определенные протоколы у заседания комиссии по безопасности дорожного движения на улице школьной переходной в районе ДСА в Красных Мира, дома 11-я в улице Пионерской, дома номер 10 из-под комплекса на улице Мурска. ООО «Аркас», встречающаяся за содержанием уличного освещения, проводит регулярное обслуживание и ремонт этих линий. В настоящее время уличное освещение функционирует на всех основных магистралях города, в подъездах, в социальностначенных объектах и частично на дворовых территориях. Учитывая изложения, администрация городского поселения выражает надежду, что руководители предприятий и организаций, энергетического комплекса, жилища коммунального хозяйства, а равные других, занятых в решении вопросов жизненного обеспечения города, сделают соответствующие выводы и приложат необходимые силы и средства для обеспечения надежной и бесперебойной работы веренных им объектов в предстоящий требительный период 2013-2014 годов, как это было ранее уже на протяжении 8 лет.